Как ухаживать за цыплятами? Сегодня у многих заводей домашнее хозяйство для того, чтобы иметь натуральные продукты в рационе. Одними из самых простых в уходе и доступных жителей подворья является куры, которых закупают птенцами и выращивают на мясо или яйца. Однако как ухаживать за цыплятами знают немногие. Как выглядят цыплята? Цыпленок первого месяца жизни желтый, с красным клювом и глазами-бусинками. С возрастом вырастают перья, увеличиваются рост и вес. Схема куриного яйца, вскрытого в начале инкубации скорлупы, ограждает зародыш от внешних повреждений. Хоть она и кажется достаточно хрупкой, сломать ее разом не получится. Для ее образования курицы требуются соли кальция. При тщательном изучении скорлупы в ней можно обнаружить поры, через которые дышит зародыш. Эмбрион начинает развиваться, когда яйцо из яйцеклетки попадает в яйцевод курицы. Как только его снесла несушка, будущий цыпленок останавливается в развитии. Чтобы зародыш продолжил развиваться, нужна температура 40 градусов. В инкубаторе она поддерживается без усилий постоянно, наседка тоже не испытывает трудностей при высиживании, но в домашних условиях. Тяжело выдержать такой режим. Как только птенец вылупится, он уже может крепко стоять на ногах. Цыпленок покрыт желтым пухом. Зародыш на более поздней стадии инкубации. 14 мм. Правила ухода за цыплятами. Первый месяц жизни является крайне важным для выращивания цыплят. Особенности ухода. Первую неделю жизни готовится к появлению птенцов нужно заранее. Первым делом стоит приготовить для них место. Оно должно быть просторным, чтобы цыплята не затоптали друг друга, а также надежно защищено от сквозняков, потому что нужна определенная температура содержания цыплят. Рекомендуется поставить лампу для обогрева и освещения. Для этого можно использовать обычные лампы накаливания, но в идеале подойдут инфракрасные. Важно. Именно в первые семь дней жизни стоит обеспечить птенцам хорошее питание и комфортные условия. Они окрепнут, начнут быстрее расти и набирать вес. Вместе содержание нужно постоянно поддерживать температуру для цыплят на уровне 29-30 градусов Цельсия. Первую неделю лампа должна работать круглосуточно, так как птенцы еще нуждаются и в расстоянном освещении. После пяти дней можно постепенно снижать температуру до 18 градусов. Если птенцы во время снижения температуры ведут себя активно и хорошо кушают, все в порядке. Если же ютятся в углу, прижимаясь друг к другу, нужно отрегулировать температурный режим для цыплят, поднять температуру и начать снижать через 7 дней. Только наблюдение подскажет, сколько нужно держать цыплят под лампой. Идеальным помещением для птенцов первого месяца будет брудер. Схематическое изображение брудера, но если такого нет, подойдет обычная коробка. В первые дни на дно тары следует постелить бумагу или мягкую ткань, которую стоит менять каждый день. Подстилка для цыплят не должна быть излишне влажной, но и сухость не принесет пользы. К концу недели пернатых по возможности нужно пересадить в клетку с мелко чистым полом. Таким образом они не будут пачкаться в своем помете и уход станет проще. Если такой клетки нет, можно застелить дно коробки сеном, соломой или опилками, но опять же, не забывать менять периодически подстилку. Место содержания должно отвечать определенным требованиям – 1 квадратный метр на 25-30 птенцов. В ративном случае пернатые могут друг друга заклевать или затоптать. Корм строго должен подходить птенцам по возрасту. Не лишним будет давать кормовые добавки и витамины, однако важен их правильный выбор, особенно для птенцов-бройлеров. Обратите внимание, ни в коем случае нельзя стелить мелкую тирсу-торфаную кружку, так как птенцы могут принять это за корм. К первому кормлению стоит подойти со всей ответственностью, потому что оно запускает пищеварительную систему цыплят. Корм нужно дать в течение 12-16 часов после рождения птенца. Идеальным первым блюдом является кукурузная крупа. Ее нужно высыпать на подстилку, чтобы цыплята учились клевать самостоятельно. Помимо крупы малышам нужна вода. Некоторые заводчики в качестве питья дают слабый раствор марганцовки, но этого делать не стоит. Пищевая система птенца и так абсолютно стерильна. Подойдет обычная очищенная вода, можно использовать раствор глюкозы. Это единственное, что принесет пользу птенцам. Когда пройдут сутки, в рацион цыплята можно добавлять другие крупы, пшеничную, ячневую, манку, пшну. Полезным для птенцов будет отваренный яичный желток, но в небольших количествах. Также можно добавить в корм творог для пополнения организма белком и кальцием, а в качестве питья кисломолочные продукты – сыворотку. Важно! Питание обязательно должно быть свежим. Периодичность кормления каждые два часа. Потом приемы пищи сокращают до 5-8 раз в день. С трех дней в корм добавляют зелень. С пяти – зеленый лук. Недельным цыплятам можно давать тертые картофели или морковку. В этот период стоит регулярно проверять зубы. Для каждого птенца он должен быть полным. Если есть птенцы с пустым зубом, их нужно отсадить и кормить отдельно. Особенности ухода со второй недели жизни – когда же цыплятам можно выключать свет на ночь. С двухнедельного возраста нужно постепенно уменьшать световой день. В результате за неделю нужно сократить до 9 часов. Это значит лампу уже можно не включать. Лучше начинать сокращение днем, так как изначально промежутки будут небольшие. А вот когда день будет составлять 9 часов, тогда цыплятам можно выключать свет на ночь. Важно, чтобы узнать, насколько эффективен уход и кормление за цыплятами, нужно регулярно их взвешивать. Гораздо важнее обратить внимание на питание, так как оно меняется по ходу взросления цыпленка. Со второй недели содержание цыплят становится значительно проще. Еду можно подавать уже всего лишь 6 раз в день. Рацион остается тот же, единственное, что меняется это количество. Корма теперь нужно больше. Если изначально расчет был по 10 грамм на каждого цыпленка, то теперь должен составлять по 20-25 грамм. Трехнедельных птенцов можно перестать кормить ночью и сократить питание до 4 раз в сутки. Цельное зерно пока не стоит давать, а вот кисло-молочные продукты и творог уже можно исключить из рациона. Уход на третьей неделе больше уже похож на содержание взрослых курортов. Если температура на улице благоприятная, цыплят можно выводить на прогулку. Однако, если на улице холодно, этого можно не делать до двух месяцев. Таблица роста цыплят и особенности ухода за месячными цыплятами и месячных птенцов следует переводить в вольер с крышей, желательно закрытой от сквозняков. Уже можно вводить специализированные корма для цыплят. Категорически нельзя давать дождевых червей, так как от них цыплята могут заболеть. В питание можно добавить зерно грубого помолок, которое нужно смешивать с основным кормом. Также не лишним будет свежескошенной травой, если есть возможность отпускать птенцов погулять на полянку. Питание можно дополнить комплексом витаминов, предназначенным для этого возраста. Особенности ухода за двухмесячными цыплятами птенцы вы уже совсем окрепли, однако это не значит, что им не требуется тщательный уход. Помещение должно быть с хорошим освещением, теплое, на полу опилки или стружка. Размер жилища должен отвечать таким требованиям – 1 квадратный метр на 16 особей. В возрасте двух месяцев цыплят нужно обязательно выпускать на выгул. Кормить таких птенцов нужно три раза в день в одно и то же время. В рацион должны входить зерновая мука, комбикорма и влажные смеси, а также простая вода. Нужно регулярно чистить место обитания – кормушку и паилку. Дополнительная информация. В этом возрасте уход за цыплятами-несушками и бройлерами практически не отличается. Прививки цыплятам в домашних условиях. Прививки помогают выработать иммунитет опернатых на определенные болезни. Лучше проводить вакцинацию в ветеринарной клинике, но если соблюдать ряд правил, это можно сделать и дома. Перед началом вакцинации нужно узнать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Также следует обращать внимание на то, где выведены цыплята. Важно! Есть масса куриных заболеваний, которые распространяются крайне быстро и могут принять характер эпидемии. Некоторые из болезней могут быть опасны даже для человека. Для проведения вакцинации понадобится препарат, вата и жидкость для стерилизации, шприц для подкожных и мышечных инъекций или пипетка для глазного введения, для единовременного прививания поголовья, опрыскиватель, лед и дистиллированная вода. Прививки можно делать только здоровым птенцам, так как цыплята с ослабленным иммунитетом могут не пережить вакцинацию и умереть. Самый простой способ вакцинации – закапывание в глаза или нос. Препараты продаются уже с раствором для разведения. Однако нужно следить, чтобы лекарство оставалось холодным. Такую вакцинацию лучше проводить вдвоем. Для внутримышечных инъекций тоже требуется два человека. Вводить иглу нужно под углом 45 градусов в грудку на 2,5-4 см от келевой кости. Строение костей цыпленка, если кур много, идеальным вариантом вакцинации будет опрыскивание. В течение недели после вакцинации нужно внимательно следить за состоянием птенцов, у некоторых могут возникнуть осложнения. Схема вакцинации курсовета – как правильно ухаживать за цыплятами в домашних условиях. Многие начинающие птицеводы не справляются с выращиванием птенцов. Большое количество из них не доживает до забойного возраста. Опытные птицеводы советуют хорошо подготовиться перед заводом курортов. Нужно читать большое количество литературы, консультироваться со специалистами, однако все это не заменит практики. Только с годами заводчик приобретет необходимые навыки для ухода за цыплятами в домашних условиях. Первый месяц крайне важен. Нужно тщательно подготовить жилище, правильно кормить и следить за состоянием постоянно. После месяца уход становится проще, но расслабляться все же нельзя. Даже у бывалых в это время порой возникают вопросы, за ответами на которые они обращаются к другим профи. Советы как правильно ухаживать за цыплятами в домашних условиях можно ли мать цыплят Нередко бывает ракой, что помет прилипает к перьям цыпленка. Его нужно смывать. Если этого не делать, цыпленок не сможет опорожнять свой кишечник и в итоге может погибнуть. Мать цыплят нужно осторожной теплой водой. После того как смыли грязь, нужно аккуратно промокнуть мокрое место полотенцем и поместить птенца в теплое место. Цыпленок не должен замерзать, иначе простынет и не выживет. Каждому заводчику хочется иметь свое натуральное мясо и яйца, однако не всегда получается вырастить всех без потерь. Только опыт, бережный уход и тщательное кормление помогут обойтись малыми жертвами. Ухаживать за цыплятами – дело не простое, но под силу каждому было бы желание.